Те, кто был на Солидаре, знают, что Сталинград отдыхает, цитата. В сетях появилась новая речь хозяина ЧВК Евгения Пригожина, который встречает своих бойцов, зэков, вернувшихся из Украины. От себя, как говорится, от Родины. 180 дней назад мы с вами отсюда поднялись в воздух, и вы полетели неизвестно, да? Теперь вы прошли полгода тяжелейшей войны. Ни ваши деды, ни ваши прадеды, я думаю, в таких замесах не участвовали. Те, кто у нас был на Солидаре... Парни, кто с на Солидаре? Спасибо. Да. Те, кто был на Солидаре, знают, что Сталинград отдыхает. Я сегодня ночью оттуда прилетел. Модренько. Поэтому вам спасибо. Вам, Родина и народу, в долгу перед вами. Теперь вы не бывшие заключенные, а бойцы ЧВК Вагнера, а бывших не бывают. Всем дали книжечку. Адреналин держим в себе. То, что научились, гражданки не используют. Врагов нету, все свои. Ну, это не первая программная речь Пригожина, адресованная отвоевавшим полгода и чудом выжившим заключенным. На прошлой неделе его прислужба тоже как бы случайно тиражировала такой духоподъемный спич своего начальника, который должен был вдохновить других заключенных на службу, видимо, в ЧВК, а также доказать, кому надо, кто здесь настоящий слуга царю и отец солдат. Что же на самом деле ждет преступников, которые, как они считают, заплатили кровью за свою свободу и теперь возвращаются домой? Хочу поговорить об этом с Анастасией Лодыревой, спецкорр МИБСИ. Анастасия, здрасте. Здравствуйте, Анна. Ну вот расскажите, что подсказывает здесь ваш журналистко-расследовательский опыт? Вот что происходит с этими людьми, которые некоторое время назад, спустя полгода командировки, что ли, на войну в Украину из колонии в основном, начали возвращаться в мирную жизнь в России? Что с ними происходит дальше? Много ли вообще их возвращается? Кто они? Что сейчас на данный момент понятно? Нужно понимать, что вся информация, которая об этом есть, которая выдается пресс-службой компании «Конкорд», это программа компании Евгения Пригожина, она выдается дозированно, она выдается совершенно в целях, собственно, самого Евгения Пригожина, поэтому ей бы я сильно не доверяла. Во-первых, возвращаются пока довольно мало людей, ну просто потому что времени мало прошло, первый вербок проходил, ну вы назвали эти временные границы. В качестве примера посоветую прочитать текст Нины Абрасимовой в издании «Холод» про одного из бойцов частной военной компании «Вагнер», про то, как он потерял ноги за 8 дней. Собственно, участие в боевых действиях вернулся и великолепно себя чувствует, куда как менее великолепно чувствуют себя родственники человека, бывшего арбитражного, если я не ошибаюсь, судьи, которого он убил, которого он забивал гантелей долго и мучительно. И нужно понимать, что никаких официальных ответов про то, кто вернулся, сколько вернулся, на каких основаниях люди покидают систему ФСИН, их пока нет. И, судя по всему, это делается пока в каком-то там ручном режиме, что, кстати, вызывает большое негодование у действующих сотрудников ФСИН. Есть ли какое-то все-таки понимание, как себя ведут эти люди, которые возвращаются с войны? Прошло совсем мало времени, но, наверное, есть какие-то вот уже первые свидетельства? Никакого полного понимания, еще раз скажу, нет, потому что, ну, люди тоже не дураки, понимают, в частности, что к ним приковано довольно много внимания, и журналисты, мы стараемся как-то идентифицировать вот этих людей с разнообразных видео, которые в том числе предоставляет компания «Конкорд». Там часть людей с закрытыми лицами, часть людей вполне с открытыми лицами. Мы разговариваем с некоторыми из этих людей, но они, в общем, понимают, что сейчас как-то сильно светится на этот счет, им резона нет. Но, отсылая к тексту на холоде, вот, например, человек считает, что он кровью смыл, все искупил, и, в общем, никаких вопросов к нему теперь быть не может, и никаких там, не знаю, ни мук, ни угрызений, ни совести, ни того, что он отсидел даже не большую часть срока, и, собственно, родственники жертвы знают о том, что он вышел. У него нет, он очень по-простому к этому всему относится. Если вы спрашиваете про то, нет ли каких-то свидетельств о том, что они уже в новом своем освобожденном качестве совершили, нет, пока таких свидетельств нету, полагаю, что просто за недостатком времени. Впрочем, есть разнообразные сообщения, например, о человеке, который отвечал за выплаты погибшим, сотрудникам теперь, сотрудникам ЧВК, который ездил и раздавал по 30-50 тысяч родственникам погибших от Пригожина, и который благополучно вместе с этими всеми деньгами вроде бы как пропал. Но это тоже все очень мутные сведения, потому что мало того, что они по определению закрыты, как раз пресс-служба Пригожина и сам Евгений Викторович в своем неповторимом ироническом стиле, потому что ему очень весело в последние полгода, как мы можем наблюдать по всем его комментариям, они как бы замазывают информационную картину и, думаю, что делают это вполне сознательно. Как вы думаете, вот эти люди, по опыту вашего общения, который не всегда оказывается в публикациях, но все равно, как вы думаете, эти люди планируют возвращаться воевать дальше? Насколько это в будущем полезный для Пригожина контингент, который можно использовать дальше в ЧВК? Сразу оговорюсь, что это скорее предположение. Ну, во-первых, все они на видео говорят, что да, мы пойдем воевать дальше, да, мы будем воевать, да, мы будем защищать родину в их понимании. Но нужно понимать, что обычно костяк Пригожинской частной военной компании, что мы видим, да, там, и по сирийскому, и по африканскому опыту, да, и, в общем, по действиям при оккупации, да, там, Украины. Это люди очень профессиональные, это люди обученные, это люди с великолепным снаряжением, это люди, которые, вообще-то, потратили много времени, чтобы этому научиться, ну, в частности, да, там, командиры с сирийским опытом. А что касается снаряжения, ну, вот мы знаем, что у Пригожинского ЧВК даже авиация имеется. И понимаете, что когда туда идут воевать зэки, которые или достаточное количество времени отсидели, или довольно много стали брать по основной наркотической статье по 228-й, это люди без какой-либо профессиональной подготовки, а также как, ну, часто без профессиональной подготовки, хотя там есть вот эта история с бывшими военными, да, там, с офицерами из Чечни, как прошедшими Чечню, которые там по каким-то причинам оказались в заключении, но даже если ты боевой офицер с опытом, если ты отсидел там потом 8-10 лет, я просто довольно много писала про тюрьмы и до войны, это не способствует здоровью, это не способствует умению, это не способствует навыкам. Что вы, кстати, можете видеть по всем этим видео с вернувшимися заключенными, они все говорят, был 8 дней, был 10 дней, да, там, был 15 дней. Ну, то есть вы понимаете, какая там текучка и как этими людьми закидывают, да, там, как мясом перед, видимо, действительно опытными, да, там, штатными сотрудниками чувака. Пригодится ли это пригоже? Ну, бог весть, человек, опять же, фантазийный, видите, с идеями, с умением использовать, видимо, свой ресурс, да, там, общения с властями. Но пока я просто вот обращаю внимание на то, что они говорят про был 5 дней, был 8 дней, а потом оказался без ноги, и Пригожин вручает мне орден мужества, и даже вот без ноги он заявляет, что вот он сейчас чуть-чуть поправится и пойдет на передовую. Ну, я бы не считала этот ресурс каким-то значимым именно в каких-то глобальных планах Пригожина. Если мы говорим, да, там, о каких-то тактических задачах, вроде взятия Бахмута, который они пытаются взять, который уже неделю, если не месяц, ну, видимо, это как-то пригодится. Про эту аналогию, когда российская армия захватывала Мариуполь так же, как мясом забрасывали штатные армейские части, прибывшие из России, мобиками, мобилизованными из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Им буквально после недели обучения давали автоматы и говорили, что иди штурмуй здание. Как мне говорил один из моих собеседников, ровно таким образом мобилизованный, я, говорит, слова все знают, да, там, автомат, штурмуй здание. А как штурмовать здание, я просто в принципе не представляю. Ну, не знаю, бежать, орать, стрелять. У Пригожина с обучением традиционно лучше, судя по сообщениям, у них в лагерях учат по полтора-два месяца, а не по неделе, как это делают на территории самопровозглашенных республик. И, как мы знаем, с некоторыми мобилизованными так делает и Министерство обороны. Но, тем не менее, я бы не преувеличивала это значение этих сил, кроме как завалить живой массой, что они, судя по всему, в солидарии, в Ахмуте делают. Ну, вот кто-то выбирается, видимо, из этих завалов, возвращается в Россию и все-таки, конечно, очень пугает, что и как себя будут вести эти люди, вернувшись домой. Знаете, я думаю, что это имеет отношение и к мобилизованным, и да, конечно, в первую очередь к бывшим заключенным, которые, в общем, долгие годы были действительно, ну, в России тюрьма не исправляет и даже не пытается делать вид, что она это делает. Собственно, в России тюрьма — это изоляция, часто в скотских и жутких условиях. И это не прибавляет, конечно, людям возможности потом после, как бы, отбытия срока наказания, жить какой-то нормальной жизнью, быть встроенными в социум. В России нету системы встраивания в социум после тюрьмы. А сейчас мы получаем людей, которых еще и освободили в несудебном порядке и, по сути, рассказали, что все можно. Ну, мне не видится это успешной тактикой для того, чтобы люди обычные могли чувствовать себя спокойно. Отдельно скажу, что сотрудники федеральной системы исполнения наказаний довольно много стали говорить с журналистами в течение последних месяцев, чего они раньше не делали. Это очень закрытое ведомство. Одно из самых жестких, одно из самых закрытых и всякое такое. Но у них Пригожин отобрал монополию на насилие. И они при всей своей жесткости и, мягко скажем, неправовых способах обращения с заключенными, они, в общем, вполне понимают, чем это чревато. И в том числе поэтому говорят журналистам, потому что хотят как-то показать, что это довольно жуткая ситуация, которая всем в перспективе и довольно скоро выйдет с не очень хорошими последствиями. Что говорить? Россия – страна возможностей. Спасибо большое. Это была Анастасия Лотарева, Спецкорб Би-Би-Си. Мы говорили о том, что будет происходить с освободившимися благодаря войне заключенными, что они будут делать, как это скажется на атмосфере в стране и на судьбе людей, которых окружают в том числе. Спасибо. Спасибо.